Летописцев людей, влюблённых в свою малую родину и внёсших огромный вклад в создание истории, крайне мало. На новой выставке город Симбирск и его летописцы в музее Симбирской классической гимназии представлены личные фонды дореволюционных исследователей. Патриарха Симбирского краеведения Павла Любимовича Мартынова, инициатора создания председателя Симбирской губернской учёной архивной комиссии, известного своими трудами по археологии, коллекционера Владимира Николаевича Поливанова. На выставке особое место занимает настольная книга многих поколений симбирских и ульяновских исследователей «Город Симбирск за 250 лет его существования» Павла Любимовича Мартынова. Целый ряд изданий посвящены деятельности Симбирской губернской учёной архивной комиссии. Большое внимание мы уделили и нашим современникам, благодаря которым мы тоже знаем, открыли очень много новых страниц в истории города. Опять же, чем был обусловлен наш выбор, показать всё и про всех на небольшой экспозиционной площади невозможно. Поэтому выбор мы сделали в пользу Сергея Борисовича Петрова, поистине энциклопедиста, и Бориса Васильевича Оржанцева. Историк-архитектор Борис Оржанцев осуществлял предпроектное исследование по большинству зданий историко-мемориального заповедника «Родина Ленина», расположенных в историческом центре города. Включая такие известные памятники истории и культуры, как дворец, книги, мужская гимназия, краеведческие художественные музеи. Философ и культуролог Сергей Петров открыл для ульяновцев имена философа Розенова, великого архидиакона Розова, академика Крата и многих других учёных, музыкантов, художников, писателей. Новый проект – это повод вспомнить об историках, внёсших вклад в изучение одной из основных тем ульяновски – Ленинской. В первую очередь это Сергей Львович Сытин, Жорез Александрович Трофимов, Николай Дмитриевич Фомин – сотрудники музеев. Тут представлен портрет Мир Мирона Савич, и она повлияла на моё становление как краеведа, как исследователя, потому что я помню первую лекцию, которую я разработала по творчеству Николая Михайловича Языкова. Она дала очень важные советы, и я считаю, что она подтолкнула меня в мир краеведения. Партнёром выставочного проекта традиционно выступил Государственный архив Ульяновской области, предоставив уникальные документы и фотографии. Во время работы выставки будут проходить встречи с современными исследователями-краеведами. Ирина Антонова, Бахтияр Салманов, Управда ТВ.